Жить и реагировать соответствующим образом. Притча, глава 25, с 14 по 28 стих. Кротостью склоняется к милости вельможа, и мягкий язык переламывает кость. Нашел ты мед? Ешь, сколько тебе потребно, чтобы не присытиться им и не изблевать его. Не учащай входить в дом друга твоего, чтобы он не наскучил тобою и не возненавидел тебя. Что молот и меч и острая стрела, то человек, произносящий ложное свидетельство против ближнего своего. Что сломанный зуб и расслабленная нога, то надежда на ненадежного человека в день бедствия. Что снимающий с себя одежду в холодный день, что уксус на рану, то поющий песни печальному сердцу. Если голоден враг твой, накорми его хлебом, и если он жаждет, напой его водою. Ибо делая сие, ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе. Северный ветер производит дождь, а тайный язык — недовольные лица. Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливою женою в пространном доме. Что холодная вода для истомленной жаждаю души, то добрая весть из дальней страны. Что возмущенный источник и поврежденный родник, то праведник, падающий пред нечестивым. Как нехорошо есть много меду, так домогаться славы не есть слава. Что город разрушенный, без стен, то человек, не владеющий духом своим. Размышления, часть 1. Полезная умеренность. Притчи, глава 25, с 15 по 20 стих. Этот раздел посвящен нескольким темам и дает руководство для нашей повседневной жизни. Одна из тем здесь — умеренность, которую должна проявлять даже в отношении чего-то хорошего. Стихи 16 и 17. Еда полезна, но переедание — это уже чревоугодие. Уверенность — прекрасное качество, но когда ее слишком много, она перерастает в высокомерие. Библия учит, что когда мы соблюдаем меру, мы получаем замечательный результат. Этот баланс — отражение природы Бога. Если бы Бог чуть-чуть переусердствовал со справедливым возмездием в ущерб милости, никто бы из нас не спасся. А если бы перестарался с милостью в ущерб справедливости, тогда зачем нужна была бы искупительная жертва Христа? Но Бог проявил справедливости и милости столько, сколько надо. А раз так, то и нам в каждом решении, которое мы принимаем, следует к этому стремиться. Применение. В каких сферах жизни вы легко можете переусердствовать? А какое поведение было бы более правильным? Размышления. Часть 2. Уроки воды. Притчи. Глава 25. С 21 по 28 стих. В этом отрывке автор использует несколько образов воды. С их помощью он преподает нам 4 урока. 5. Любите врагов ваших. Стих 21. Говорите скротостью. Стих 23. Делитесь добрыми вестями. Стих 25. 6. И не идите на компромисс с неправедным человеком. Стих 26. Уроки, данные на примере воды, напоминают нам о живой воде, Иисусе Христе, который стал для нас примером исполнения всех этих четырех принципов, через свой характер и служение. Каждый раз, когда мы будем использовать воду для того, чтобы умыться, попить или освежиться, давайте вспомним о том, что мы призваны жить и поступать так же, как Иисус. 7. Давайте так же ежедневно принимать живую воду Слова Божьего, чтобы она могла течь от нас другим людям. 8. Применение. Как вы можете любить врагов своих, не попустительствуя тому, что они делают? 9. Что вы можете сделать, чтобы поделиться благой вестью о Христе по-новому? 10. Молитва дня. Отец Небесный, я прославляю Тебя за совершенство Твоего характера. 10. Я раскаиваюсь в любой несправедливости, которую я допустил в свои мысли и поступки. 11. Благодарю Тебя за нежные слова к Твоему народу и прошу, освежай меня ежедневно Твоей благой вестью о спасении. 11. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. 12. Мир Божий, дорогие друзья, у нас для вас прекрасные новости. 13. Журнал «Живая жизнь» запустил приложение для вашего телефона. 14. В этом приложении мы собрали план чтения на каждый день, помощь в понимании Библии, видеоразборы и удобный формат для заметок. 15. Пожалуйста, скачивайте приложение по ссылке в описании к видео. 15. Редактор субтитров А.Семкин